О, есть. Добрый вечер. Да. Мы с вами, как всегда, постараемся приложить наши усилия духовные для того, чтобы была польза всему еврейскому народу, особенно защита нашим воинам и успехам, и выздоровление раненым, и возвращение заложников. Очень непростые события происходят вокруг, но что мы можем сделать? Только молиться. Только молиться. Я напоминаю, что я посвящаю все свои слова любого от Михаэль, которая ушла из жизни два года назад, из которой я 20 лет работал над комментариями. Собственно, ее трудом мы до сих пор пользуемся. Я надеюсь, что будем пользоваться еще много лет. Я вывожу на экран тогда тот материал, который нам нужен, и мы с вами пробираемся. Так. Share screen. Share. И вот у нас... Так. Видим с вами? Экранный текст мы видим с вами? Да. Отлично. Хорошо. Включайте микрофон без стеснения. Так. Хочу напомнить о всех наших трудах. И можно зайти на сайт, увидеть все эти работы и их описание. И много материала. Понедельным главам, псалмам, пророков. Есть много описаний. Теперь мы с вами продолжаем нашу тему с харь-я. И хочу напомнить вам обстановку. Мы с вами видели эту карту. Мы видим, что вернувшись из Бавеля в скобках, в том числе и 10 колен. Я напомню, что еще в период Хискияу часть из 10 колен переходит в Южное царство в моменты разрушения Северного царства, в момент его разрушения Сарагоном и затем Санхирибом. И почему это важно? Потому что мы все состоим из 12 колен. У нас, так сказать, течет кровь в 12 колен, а не только иуды. И, скажем, такой комментатор, когда отцов Рим, он постоянно это подчеркивает и говорит, что народ – это 12 колен, это не одно колено, это не одно колено иуды. И Тора, она продолжается, как Тора 12 колен сыновей Якова. И она не могла продолжаться, как Тора только одного колено. По крайней мере, это его мнение. То, что для нас важно всего сейчас. Мы видим с вами здесь Шумраним. И мы будем сегодня говорить об их истории, Шумраним, самаритяне. Если мы сегодня с вами приедем на гору Браха, думаю, что это возможно. Поселение Браха до сих пор существует, слава Богу, и процветает. Во главе него стоит Рав Миламен. И там на самой горе Браха есть поселение Шумраним, есть синагога Шумраним. Интересно то, что там нам покажут Тору, которая написана шрифтом, шрифтом первого храма, шрифтом периода первого храма. Мы об этом будем поговорить с вами в дальнейшем при возвращении из Бавилона. Как вы помните, меняется шрифт. Это пророческое повеление, данное через видение Даниэля. И Эзра, которым в нашем рассказе еще не пришел, он занят переписками всех свитков Торы. Для того, чтобы, так сказать, круглый шрифт, который похож на тот, который мы сегодня пользуемся на письме, переписать его в шрифт Ашури. Это не значит ассирийский шрифт, это значит ясный шрифт, если говорить о нашей традиции. Так переводится название этого шрифта. И вот на горе Горизим остатки, так сказать, шумраним, традиции шумраним вам покажут эту Тору. Очень интересно. Это значит, что шумраним, смотрите, они не были в изгнании. Они не были угнаны. Они не были угнаны Новохудницаром, как мы представляем себе. Как мы представляем себе, они появились тогда, когда было разрушено Северное Царство. А Новохудницар пришел и разрушил Иуду. И вот есть шумраним, и они не были угнаны. Очень интересно. Обратим внимание на это. Иуда разрушена, все вокруг разрушено. На юге все было разрушено Новохудницаром. А шумраним остались на месте. Это нам очень важно. Давайте это запомним. Сейчас мы только вспомним с вами, что мы говорим о начале служения в храме. Во второй год правления царя Дария. Еще не пришел Эзра и не пришел Нехемия. Мы говорим о том, что во главе народа стоят Зерубавель и Яшуа, первосвященник. Говорили немножко о нем. Напоминаю, что Яшуа – это внук последнего первосвященника, который был убит Новохудницаром, последний первосвященник первого храма. И мы говорили о образе, который связан с ним, что о нем говорится, что он похож на головешку, вытащенную из огня. И вот теперь мы с вами продолжаем. А Яшуа был одет в испачканные одежды и стоял перед ангелом. Что за испачканные одежды? Не говорится нам. И отвечал он и сказал стоящим перед ним, это ангел, защитник, он говорит так, так снимите с него испачканные одежды. И сказал он ему, смотри, я снял с тебя грех твой и приказал облечь тебя в одежды нарядной. И сказал он, пусть возложит головной убор, чистый на голову его. Головной убор, в котором ходили Кагена, который называется Митснефит, он складывался из нескольких полос и как бы поднимался над головой, как такая большая, высокая, не острая шапка из нескольких полос, пусть это возложит на тебя. И мы понимаем, что речь идет о том, что Яшуа, несмотря на какие-то проблемы, о которых мы поговорим, ему возвращается достоинство первосвященника полностью. И возложил головной убор чистый на голову его, и облекли его в одежды чистые. А ангел Бога стоял и предупредил, прошу прощения, и предупредил ангел Бога Яшуа, сказал, Так сказал Бог воинств, если путями моими ходить будешь, если исполнять будешь службу мою, а также судить будешь ты дом мой, а также стеречь дворы мои, то я дам тебе ходить между стоящими этими. Мы понимаем, что есть какая-то проблема, связанная с Яшуом. Недаром были испачканные одежды, и теперь они заменены на чистые. Он прощен, и тем не менее звучит предупреждение на будущее. С этой проблемой, о которой мы сейчас поговорим, попробуем ее озвучить, связано очень много. Целая историческая картина стоит за ней. Может быть, мы сейчас ее сразу не будем скрывать, но я скажу заранее. Скажу за ней заранее, чтобы потом ее развернуть. Яшуа – великий праведник. У него, естественно, нет никакой слабости, есть некошерная, или нарушать законы, касающиеся ритуальной чистоты и нечистоты. Все, что можно в тех условиях, соблюдается. Он, безусловно, соблюдает. Он человек высокодуховный. В чем его проблема? Величайшего праведника. Недарометраж говорит о том, что его сыновья были женаты на дочерях Сумбалата. Мы понимаем, что это уже через 18 лет после возвращения прошло какое-то время, происходят какие-то процессы в этом обществе, находящемся в таком непростом состоянии. Один из Сумбалат. Сумбалата Хорони. Очень интересно Хорони. Это, как говорят исследователи, из места, которое называется Хавара. Там, где происходили события в последнее время, где были террористические нападения. И это как раз дорогу Хавара ведет на Арбраха, поселение Арбраха, о котором мы говорили, когда говорили о горе Герезиму, там, где находится Шумраним. И вот Сумбалата Хорони, предводитель Шумраним, паха района Шумраним, отдельного района Шумраним с точки зрения персов персидской администрации, на его дочерях женятся сыновья первосвященника Яашуа. Видимо, он не может их удержать и сдержать от этого шага. А почему шаг неправильный? Относительно Сумбалата нету точных сведений, был ли он из тех сыновей Израиля, которые остались в земле Израиля, или он является человеком из самих Шумраним, о происхождении, о которых мы сейчас будем говорить, и который не относится к сыновьям Израиля. Если это так, то его дочери приняли Ги-юр наверняка. Или считается, что Ги-юр самих Шумраним, те, кто пришли только что в Ярушалае, они считают, что Ги-юр самих Шумранима, о которых, опять же, мы поговорим, был правильным. То есть, и можно на них жениться. И вот сыновья Яшуа женятся на дочерях Сумбалата. Сумбалат оказывается личностью не очень-то, так сказать, положительной. В любом случае, если даже не говорить о том, что это нарушение закона, что было сочтено, что он либо из сыновей Израиля, либо Ги-юр Шумраним на тот момент был как-то утвержден или еще не был поднят вопрос об этом, в любом случае понятно, что этот шаг не такой простой. Теперь, почему нужно было жениться на дочерях Сумбалата? Разве не было еврейских девушек красивых, которые годятся Кагенам и тем более сыновьям первосвященника? Разве нельзя было найти таких девушек? Если мы откроем с вами Малахи, который пророчествует в это же время, то мы увидим, что Всевышний упрекает сыновей Израиля за то, что они нарушили союз с ним. Как нарушили союз с ним? Опять же, союз можно нарушить по-разному, можно не делать обрезание, упаси Бог, можно не соблюдать законы Торы, также упаси Бог. Речь идет совершенно о другом. Он говорит, что нарушили союз с вашими женами. В чем дело? Мы представляем себе такую картину, что пришли люди из Бавеля, естественно, они пришли с семьями, женами. Условия жизни очень тяжелые. И женщины теряют как-то свой вид, красоту от такой тяжелой жизни и начинают брать вторых жен. Начинают брать вторых жен. И из кого они берут? Из самаритян, из шумранин. Поскольку, опять же, мы сейчас поговорим об их истории, но предварительно скажем, что еще не поднят вопрос о правильности их геюра. Этот вопрос еще не поднят. Они берут жен из шумранин, как людей, которые прошли геюр, на которых можно жениться. И вот Всевышний упрекает их. Не упрекает за то, что там сомнительные происхождения, а он упрекает их за то, что пренебрегают своими женами. Пророк говорит им, ну что вы. Они взяли на себя все трудности. Они пришли вместе с вами. Они тащили на себе весь этот непомерный груз поднять страну заново. Теперь вы берете себе более привлекательных женщин, а своих жен отодвигаете куда-то. Вы даже не разбойтесь с ними, не выбрасываете их на улицу. Вы их отодвигаете куда-то. И за это пророк упрекает и называет это нарушением союза. Мы представляем себе, что есть медроши, и мы в пророках постоянно есть эта параллель, что союз между мужчиной и женщиной похож на союз между Всевышним и всем народом. Всем народом, который заключен на основе Торы. Тора как брачный договор, который связывает мужа и жену Всевышнего и весь народ, его общую, скажем, душу. А тут вот, скажем, в браке как мы знаем, должно проявляться святость, брак должен быть похож на союз с Всевышним и со всем народом. Брак тоже должен быть на основе Торы. В его основе должна лежать Тора. И он должен быть высоким, построен на высокой любви, на высокой духовности. И тут вы берете и отодвигаете жон. Жон, которые совершили величайший подвиг, пришли вместе с вами. В этих тяжелейших условиях и в этом пророк видит нарушение союза со Всевышним. Ваш частный союз с женой, он напоминает союз всего народа со Всевышним. Нарушая союз с женой, вы как бы бросаете тень на союз со Всевышним. Это малахи. Это потрясающая вещь совершенно просто, которая картина, которую нужно было бы себе представить. Один из моментов, который очень важен при изучении Торы и изучении пророков, это представление о том, что не все, что разрешено, не все это можно, не все это является моральным, не все это является соответствует высокой морали. Вот, скажем, в Торе есть закон, позволяющий мужчине развиться с женщиной. Вот встал утром, почесал, за ухом написал, разбодное письмо дал ей, все, до свидания. Формально это разрешено. Но есть закон неформальный, есть моральный закон, и Всевышний не смотрит только на формальное соблюдение закона, он смотрит на моральное соблюдение закона, и поэтому Гемара обсуждает те случаи, когда, скажем, крайняя ситуация, когда мужчина может развестись. В Торе, пожалуйста, встал, развелся. А в Гемаре обсуждается, когда возникает та ситуация, которая, скажем, позволяет или оправдывает развод. И таких моментов очень много. И вот здесь они высвечиваются часто через пророков. И здесь мы с вами видим, что Малахи упрекает не только Яшуа, а есть эти браки, их немного, потом приходит Эзра и разбирается с этими браками, какие из них достойны того, чтобы их продолжать, а какие он требует развестись. И это отдельный разговор. Но сейчас мы понимаем, что Яшуа стоит за пачкиных одеждах. Гемара, Медраж говорят нам о том, что не он как бы согрешил в этом. Есть его вина, но не он согрешил, а он не усмотрел за своими детьми, и не смог с ними справиться. И они женились на самаритянках. Почему? Мы с вами представили себе. Потому что не нашлось для них девушек достаточно красивых, хорошо одетых. Ведь еще есть и наряды, а народ бедный. А самаритяне, они богатые. Они ходят, девушки там ходят в золотых украшениях. И вот они себе выбрали таких жен, и Яшуа упрекает. И мы видим здесь, что за пачкиной одежды Яшуа, что это не глубокий грех, не затронута его душа, а это грех, который на внешнем уровне, который можно отстирать, или можно его удалить, поменять одежды. У меня это одежды грязные. Вот почему одежды запачканы, почему запачканы испражнениями. Тут можно представить себе тоже образ Туры, хотя, может быть, это не совсем приятно об этом говорить, но давайте как-то напряжемся. то, что человек не может усвоить, то его организм не может усвоить, выходит из него. Если перенести это на духовный мир, то на мир разума есть то, что разум может принять, а есть то, что неприемлемо с точки зрения разума, скажем, или души, свой души неприемлемо. То, что неприемлемо с точки зрения разума, то, что неприемлемо с точки зрения души, в пророческом образе описывается как испражнение, нечто то, что невозможно понять, невозможно представить, Невозможно как-то объяснить, невозможно исправить, можно только устранить, потому что грех не проник еще очень глубоко, он на уровне одежды, а вот как-то понять, объяснить и оправдать не получается. Это как бы вот такой образ, это испражнение. Мы подобный образ встречаем в пророке Ихискееле во второй главе, но не будем сейчас на нем останавливаться, чтобы нам не запутаться. Теперь мы сдвинемся немножко по тексту с вами, а потом вернемся к проблеме Шумраним, которую мы, надеюсь, запомнили. Сумалат, люди, в общем-то, отдельное образование, Шумрон, у них свой правитель с точки зрения Персии, Паха, и они живут отдельно. Вот посмотрим, поднемножко, еще сдвинемся по тексту, запомним эту проблему Шумраним. Слушай, прошу я, священник великий, ты и друзья твои, может быть, еще здесь мы с вами подчеркнем также. Так сказал Бог, если путями моими ходить будешь, если исполнять будешь службу мою, путями моими, все, что положено для ковенов, включая и неформальный закон о требовании высокой духовной, о требовании духовной высоты, а также будешь исполнять закон, также судить будешь ты дом мой, судить дом мой, первосвященник должен отвечать за порядок в храме. И у ковенов есть свой суд, он как бы не подчиняется Сангедрину, не то чтобы не подчиняется, а он действует самостоятельно, автономно, разбирая все проблемы, связанные с ковенами, с принесением жертв, с служением в храме, установлением порядка служения в храме и поведением ковенов. Это одна из задач первосвященника, и поэтому мы здесь видим, судить будешь ты дом мой, как наставление Всевышнего первосвященнику. А также стеречь дворы мои, то я дам тебе ходить между стоящими этими. Здесь не совсем, может быть, между стоящими этими. Я дам тебе ходить между стоящими. Кто такие стоящие? Опять же здесь пророческий образ. Стоящие – это ангелы. Ангелы, они не ходят. У ангелов одна нога. И поэтому, когда мы с вами приступаем к молитве Шмуна и Сре, мы стараемся быть похожими на ангелов и соединяем ноги вместе и не сходим с места. Мы как бы стараемся приблизиться к духовному миру, стараемся приблизиться ко Всевышнему, войти, оторваться от материального мира, войти в духовный мир. И вот мы становимся как бы, хотя бы, по крайней мере, стараемся быть подобными ангелу. Это мы соединяем ноги вместе. И так мы произносим молитву Шмуна и Сре, 18 благословений. Ангелы стоят на месте. То я дам тебе ходить между стоящими этими. И ты будешь ходить между ангелами, говорит Всевышний. Несмотря на все проблемы, которые были. Несмотря на то, что ты головешка, вытащенная из пожара. Обожженная головешка, вытащенная из пожара. То есть, казалось бы, никуда не пригоден, не годится для того, чтобы строить храм. Нет. В этом есть свое достоинство. Ты вышел из этого галута, из этого изгнания. И на тебе будет все. Все будет основываться. Другая проблема – это твои одежды. И вот если ты будешь придерживаться не только формального закона, но и морального, и особенно морального закона для Коэнов, то я дам тебе ходить между стоящими этими. Я дам тебе ходить между ангелами. Твоя высота духовная будет... Неважно то, что было. Все поменяли твои одежды, все забыто. Ты будешь ходить среди ангелов, если в дальнейшем ты не оступишься. Они будут стоять, а ты будешь ходить среди них. Это будет твоя духовная высота. То есть, неограниченная. Неограниченная ты входишь в духовный мир, как ангелы. И ходишь среди ангелов. Это вот еще один пророческий образ. И вот мы, я надеюсь, что мы представляем себе Яшуа. Жалко, что нельзя нарисовать его портрет. Никто не нарисовал его портрет хотя бы как бы образно, приблизительно. Человека, столько пережившего. Человека, спасшегося из пожара храма. Человека, ждавшего освобождения и избавиля. Присоединившегося к первому же каравану и ставшему духовным руководителем изнанников. И в то же время он как головешка. Очень многое прошло за эти годы в изгнании. И очень много, так сказать, ударило по нему. И вот он теперь как головешка. И вот теперь меняются его одежды. И Всевышний говорит, что все забыто. Только держи планку как бы, держи уровень. И ты будешь ходить среди ангелов, как и положено первосвященнику. Будешь, если нужно, будешь находиться на пророческом уровне. Вот мы здесь с вами. Теперь. «Слушай, прошу, Яшуа, священник, мы продолжаем. Великие ты и друзья твои, сидящие перед тобой, ведь люди чудо они, ибо вот я привожу раба моего Цемаха». Яшуа, как это пророчество Схарья. Но в своем пророчестве он видит, что Всевышний разговаривает с Яшуа. Значит, есть какое-то обращение к его душе, что-то человек чувствует слова, должен разъяснить ему Схарья. Передать ему, безусловно, это пророчество Схарья должен передать ему. Но душа Яшуа оказывается также затронутой, безусловно, в любом случае. «Слушай, прошу, Яшуа, священник, потому что, видим в этой картине, обращение идет к Яшуу. Слушай, прошу, Яшуа, священник великий, ты и друзья твои, сидящие перед тобой, ведь люди чудо они». О ком идет речь? Гемара говорит о том, что речь идет о Ханане, Мишаэль и Азаре. «Они люди чудо, сидящие перед тобой». Создано, здесь мы чувствуем, что создано управление уже, создано великое собрание. Может быть, оно еще так не называется, но со времен Эзер начнет получать название «великое собрание». «Те, кто становится правителями, в хорошем смысле слова, народа». Ханане, Мишаэль и Азаре. Мы тоже можем представить себе этих людей, и это какая-то фантастическая картина. Они были забраны за 11 лет до разрушения храма в Бавель, помещены во дворец на выходной цара. Их вместе с Даниэлем, их всех изуродовали, сделали их то, что называется, с копцами. У них не может быть детей. Про них говорил пророк Ишаяху, предвидя такие ситуации, которые могут возникнуть. И это ведь дети из семьи Давида. Из семьи Давида. У них не может быть продолжения, не могут пополнить род Давида, из которого должен быть царь. И о них Ишаяху предвидит подобные ситуации. Он говорит. И дам я вам то, что мы знаем, яд вашем, как бы памятник и имя, яд в данном случае памятник и имя, лучше, чем сыновья и дочери. Если мы представляем, что это относится к ним, то у нас просто душа разрывается. Представляем себе этих людей. И представляете себе, они сохранили веру во Всевышнего. И они мечтали, они не сказали, почему Всевышний нас поставил в такую ситуацию, все в его руках, и он нас отдал в руки на выходные цары, чтобы он нас изуродовал. У них нет этого вопроса. Они служат Всевышнему до конца, и единственная их мечта – вернуться в Ярушалаево. Они готовы шагнуть в огонь, только чтобы не утратить мечту о возвращении. Это Ханания Мишаэль и Азария. Я дам вам памятник и имя лучше, чем сыновья и дочери. И тут мы понимаем еще один величайший момент, который раскрывает нам пророк, который, может быть, очень ранит нам душу в наше время, что если человек не оставил после себя потомство по каким-то причинам, вот говорят, да, там, как-то у него нет будущего мира и так далее, это все только одна сторона дела. Он оставил нечто большее, чем потомство. Если он вот такой праведник, как Ханания Мишаэль и Азария, и даже не такой праведник, а просто человек – нечто большее, чем потомство. Что больше, чем потомство? Он вложил в будущее сыновей Израиля. Он сделал что-то, благодаря чему народ продолжает, как бы, да, свое существование, как народ, как привязанный к Богу, как стремящийся к великой цели, они это сделали. Они это сделали благодаря им, если так можно сказать, благодаря им, благодаря молитве Даниэля и благодаря их подвигу произошло возвращение. Трудно говорить, но как бы там, вот если так, а если так, как мы знаем, история не имеет сослагательного наклонения, но можно хотя бы образно сказать, что если бы не они, если бы не Даниэль, то не было бы возвращения в Израиль, не было бы продолжения. Опять же, я говорю условно, я не берусь здесь как бы расставить все точки над «и». И опять же мы видим здесь в пророке Схарьях промернула какая-то строчка, промернули какие-то слова. И это целая огромная картина. Сидят Хананья, Мишаэль и Азария, создают будущее еврейского народа, возглавляя изгнанников, сидят в Великом собрании, решая все проблемы, и Ашуба говорится, смотри, тебе есть на кого опираться, смотри, тебе есть с кого брать пример. Ты не смог уследить за своими сыновьями, а есть люди, которые идут до конца, идут на все, и ты с ними сидишь в одном ряду, пусть они будут тебе опорой, ибо вот я привожу раба моего цемаха. И мы тоже, может быть, не сразу понимаем, почему здесь говорится о Машиахе, о еврейском царе, праведном царе, вдруг как бы ни с того, ни с сего. Но нет, понимаем, есть великое собрание. Нету сейчас руководителя. Между строк мы чувствуем, что Зарубавель, потомок Давида, он не получил признания, не получил должного статуса от персов, потому что кореш тир пошел на попятную, а может быть, и изначально он не планировал. И вот Зарубавель, он в лучшем случае паха, правитель, иуды, с очень ограниченными возможностями и правами, а он должен был бы быть царем. Зарубавель из дома Давида, человек великой праведности, о котором в Гемаре говорится, что человек редкой праведности, он должен быть царем, не дали ему стать царем. Нету царства. Нету царства. Есть храм. Ну да, как-то поставили камень на камень. Приносят, начали приносить. Жертвы начинаются служения в храме. И мы с вами говорили, как Везра говорит, одни, те, кто помоложе, они в восторге, потому что сбылась мечта, началось служение в храме. Те, кто постарше, они плачут, потому что разве это можно, разве это то, что ожидалось? И одно из того, что ожидалось и не состоялось, это царство. Царство Израиля. Величие Израиля. Так как Еремьяву неоднократно говорит, гордость Израиля. Гордость Израиля. Не гордыня, а гордость Израиля. Потому что царство, да, все его, представим, царя Шламо, да, не только храм, но все структуры страны, да, и торговля, и корабли, да, и то, что цари приходят в царство Шламо, услышать его мудрость, и они видят весь этот порядок, установленный Шламо, и они видят свидетельство его мудрости, и мудрое управление, и так далее, да, то есть само по себе царство, собственно, без царства и храм-то невозможен, да, вот так вот под персидским, под персидским правлением, как-то что-то, да, а царства, царства величия Израиля, величия Израиля нету, персы не дали, да. Это ли то возвращение, о котором мечтали все эти годы, все эти 70 лет, полагаясь на пророчество Иеремияву? Мечтали ли они о том, что они будут под властью идолопоклонников, идолопоклонников, которые они ненавидели, которые разрушили крам, которых они ненавидели и продолжают ненавидеть, и презирают их за их примитивизм и жестокость, да, и за всех, за весь их развратный образ жизни, за их пульты, связанные с развратом, они презирают их. И вот эти первые, а эти идолопоклонники стоят во главе. Нету царя, нету царства, да, вот, и здесь мы слышим все, как бы, вот эти отголоски, или мы здесь читаем с вами между срок, что происходит. Всевышний говорит, Яшуа, роль первосвященника во втором храме будет принципиальный, решающий, больше, чем роль царя, да и царя-то самого по себе не будет. Первосвященник будет руководителем народа, и тебе есть на кого опереться, тебе есть на кого опереться, это Хананья, Мишеля, Азария, да, вот, и, наверное, в народе есть еще такие праведники с такой крепкой, с такой крепкой верой, да, вот, а на дальнейшее, на будущее, говорит Всевышний, это не останется так, да, я привожу раба моего цемаха. То есть есть надежда на восстановление царства, на появление праведного царя, которого здесь называют, пророк называет цемах, Всевышний называет через пророка, пророк называет цемах, цемах – это растение, это то, что растет из земли, и произрастает из земли, да, это огромный тоже объемный, объемный образ, да, Иеремияу сказал, что Всевышний, Всевышний бросил свое великолепие на землю, так он говорит, в Иха, в плаче Иха, бросил с небес на землю свое великолепие, да, а Давид, как бы, говорит, как про фразу, может быть, отвечая Иеремияу, если так можно образно представить себе диалог пророков через поколения, и тот раньше отвечает тому, кто позже, да, Правда, величие, да, и то же самое великолепие, оно вырастет из земли, да, и это, поэтому здесь цель называется цемах – растение, которое растет из земли. Что значит вырастет из земли? Не упадет с небес, не появится само собой, не появится быстро, будет расти медленно, примироваться медленно, и тем не менее Всевышний говорит, я привожу, я прослежу за тем, чтобы это растение росло, я за ним буду ухаживать, я его буду поддерживать, и в конце концов появится праведный царь. Мы знаем, что во втором храме, кроме короткого правления хашманаев, трудно говорить, первых хашманаев трудно говорить о праведных царях. До хашманаев не было царя, были первосвященники, которые, вот как мы здесь представляем себе, исполняли роль правителя страны и отчитывались перед владыками страны, то перед селевками в Сирии, то перед Толемеями на юге в Египте, они были как бы выглазами представителей народа хашманаев, создали династию царей, но и о них можно говорить отдельно, но вот царство, величие, но первых хашманаев его не было. Всевышний обещал, значит, это будет вырастет постепенно, когда, как, не знаю, мне никто не открыл. Я только могу вместе с вами прочитать этот текст и увидеть его красоту через пояснение Медрашим и Гемары. И дальше мы вовровываем с вами еще. Ибо вот камень, тот, который положил я перед Яшуа, на одном камне семь глаз. Вот я делаю резьбу на нем, слово Бога, воинств, и сниму грех страны той в один день. Вот о чем речь идет. Ибо вот камень тот, который положил я перед Яшуа, на одном камне семь глаз. Вот я делаю резьбу на нем, слово Бога, воинств, и сниму грех страны той в этот день. Это я прошу прощения, просто повторение. В день тот, слово Бога, воинств звать будет каждый ближнего своего под глазу виноградную и под дерево инжира. Вот о каком камне идет здесь речь. Здесь комментаторы расходятся во мнении, но в любом случае, в любом случае, здесь как бы есть о чем поговорить, здесь общая картина, она более-менее, более-менее не ясна. И вот камень тот, который положил я перед Яшуа. Можем представить себе, как говорят некоторые комментаторы, что был краеугольный камень, который нужным был, краеугольный камень, который лежит в углу, и он же отмечает как бы святая святых. И вот в развалинах его искали для того, чтобы правильно сориентировать здание, если вот можно его найти и поставить на место, то дальше уже легче как бы ориентироваться в постройке. И его было невозможно найти в этой развалине, разгрести всю эту груду, огромную груду камней. Кто-то сегодня посещает старый город и видит те камни, которые остались после взрыва и не второго храма. Можешь представить себе, что было после разрушения первого храма. И вот этот камень все-таки находится. Тот, который положил я перед Яшуа. И пророк говорит, это чудо. Камень этот был обнаружен и найден чудом для того, чтобы показать, что Всевышний желает построения храма. Как он желает возвращения царя, создания царства, так уж он желает возвращения к храму. Краеугольный камень, который облегчил постройку или, может быть, даже вообще сделал ее возможной, он был найден. На одном камне семь глаз. Возможно, что здесь идет... И вот этот камень... Я просто думаю, как бы... Еще комментарии. Но чтобы не забудется, возьмем краеугольный камень, который отмечает дугу святых. На одном камне семь глаз. Когда камень был найден, то либо пророк пророческим взглядом видит ли этот момент. Скорее всего, пророк говорит о том, что на этом камне семь глаз. Вряд ли на нем были выбиты семь глаз. Вряд ли Яшуа выбил на нем семь глаз. Возможно, но тогда у него тоже была как бы пророческая идея что-то показать. Семь глаз, семь точек. Вот я делаю резьбу на нем, слово Бога, воинств, и сниму грех страны той в один день. Причем здесь семь, причем здесь глаза. Можем представить себе так. Во-первых, число семь сразу нам указывает на уровень второго храма. Во втором храме, как мы с вами знаем, нету ковчега завета, а есть только менора. Кстати говоря, непонятно, есть ли у них сейчас менора, как бы и золота. Наверняка, что нету. Потому что если мы с вами заглянем в книгу Эзра, и там мы увидим то, что Эзра вспоминает раньше, то, что произошло раньше своего исхода, то, что было в война Короша, когда Корош, я напоминаю, что Эзра, это вот здесь вот начинается движение Эзра во второй год правления Дарьявиша Второго, а он вспоминает то, что было в война Короша. И мы видим, что Корош не отдал им сосуды, все перечни сосудов, которые выдал им Корош, которые хранились в храме Невыхудной цары, и в храме одного из божественных Куднецара, там нету этих, нет ни золотого стола, который халдеи забрали в Вавилон, нету миноры, нету золотого жертвенника, там агарталин, там какие-то базы, какие-то сосуды, может быть, важные для служения в храме, но в общем-то второстепенные сосуды, всех важных сосудов, сосудов нету в золотую минору, предстоит еще создать стол для хлебов, наверняка их нету в этом храме, в таком виде, в котором они должны быть, их нету в этом храме, в котором только что началось служение. Но это может быть немножко в сторону, а главная проблема, прежде всего, подчеркивается число 7. Это уровень второго храма. Потому что мы можем представить себе так, что вот есть у нас, представим себе, скажем, букву Займ, которая по гематрии равна 7. Над Займ такая, Займ состоит из буквы Вав и как бы лежащей на ней буквы Йод. И когда записывается в Торе буквы Займ, то ставятся три такие маленькие черточки. Это подчеркивает, что буквы Займ, которые по гематрии 7, а 7, как бы в этом есть своя полнота, но, как бы так сказать, если так можно сказать, не полная полнота. Чего-то не хватает. Куда-то протянуты еще тонкие усики. Так же и Минора. Она горит, исполняется служение в храме. Во втором храме, как мы знаем, до того, как умер Шимон Ацадик, происходило чудо с Минорой. Об этом можем тоже дальше поговорить. Но нету Ковчега Завета. И вот мы представляем себе свет Миноры, который олицетворяет душу сыновей Израиля. На нее должен накладываться свет огромный, свет Всевышнего, который олицетворяет Ковчег Завета, который стоит в святая святых. И он дополняет это число, 7 Миноры, он дополняет до 10, два ангела и сам Ковчег, скажем. Это еще три дополняет Минору. И свет Ковчега дополняет свет Миноры. Он должен накладываться на этот свет Миноры. Свет Всевышнего, огромный, сильный, должен накладываться на свет души сыновей Израиля. И нету. Нету этих трех, того, что недостает до 10, его нету. Есть число 7. Это число определяет уровень второго храма. На одном камне 7 глаз. И сниму грех страны той в один день. Какой грех? Причем здесь глаза? Ну вот хорошо, число 7 мы как-то затронули. Мы поняли, что есть проблема, нет Ковчега Завета, есть только Минора. Но какой здесь грех? Грех – это пребывание в Галтии, в изгнании. Это, так сказать, усвоение всех тех представлений идолопоклонников, или, говоря по-другому, загрязнение представлениями идолопоклонников, которые усвоили вольные и невольные сыновья Израиля в изгнании, которые на них повлияли, если даже, может быть, они с ними не полностью солидарны, но жизнь среди идолопоклонников, она как бы давит. Еще Иеремияву говорил, давая наставление перед изгнанием, что будет в изгнании и как держаться в изгнании. Он говорил, знамений небес не бойтесь, пусть их боятся народы, потому что им уделил Всевышний созвездие, а не вам. И, как мы с вами знаем, Гемарев, в трактате Шаббат на 156 листе, говорится, что нет созвездия у сыновей Израиля. Сыновей Израиля не управляют созвездиями, они выше созвездий. Тут можно долго об этом говорить, но можно сказать так, что представления с древних времен, которые были даже у Авраама, пока Всевышний не открыл ему истинную картину мира, что мир, он детерминирован, и на небесах записаны, как в книге времен, записаны события будущего. И избежать предопределенности очень трудно. Можно, но нужно задавливать те божества, которые скрываются за созвездиями. Каждым созвездием управляет некоторое божество, им нужно приносить жертвы. Отсюда понятие в Гемаре служащие звездам. Есть служащие идолам, а есть служащие звездам. Это, в принципе, одно и то же. Но, тем не менее, встречается и так, и так, по разным причинам, иногда по причинам цензуры. И служащие, служащие звездам. То есть люди жили до Авраама и продолжали после Авраама жить с представлением, что судьба детерминирована, что для того, чтобы избежать чего-то плохого, надо сделать колоссальные усилия, задобрить его. Что делает Всевышний? Что делает Всевышний? Он создаёт для человека такой мир, в который он верит. И вот он ему помогает, человеку. Вот он предугадал такое событие. И вот это событие, именно это событие произошло. Авраама Всевышний вынул, вытащил выше звезд, чтобы не было этих представлений, что есть детерминизм. Есть полная свобода, прямой разговор со Всевышним, напрямую, без всяких звезд, без всяких идолов, без всяких куполов небес. Есть прямой разговор со Всевышним. Поэтому Ермяу говорит, вы попадёте к народам мира, и там очень сильные представления о звездах, о детерминизме, о том, что звездам надо приносить жертвы, будет влиять на вас. Но не бойтесь, не бойтесь знаков созвездий. Это народам я дал, потому что они в это изначально поверили, так я им дал такой мир, а вам нет. Теперь, придя из Галута, придя из Галута, Зоан вообще говорит, что как бы, что, но это тоже, я думаю, не буквально, а образно, что в земле Израиля, сыновья Израиля, напрямую связаны со Всевышним, а за пределами земли Израиля, без знания, они управляются звёздами. Я бы сказал, как бы, потому что они живут среди народов, которые управляются звёздами, и это влияет на сыновей Израиля. Вот теперь они возвращаются, они должны, сыновья Израиля, очиститься от этих представлений полностью, полностью. Я сниму грех страны той в один день, чем сниму, дам им служение в храме, дам им минору, дам им прямую, дам им прямую связь, восстановлю то, о чём сказано в Торе. Глаза Бога, глаза Бога. Глаза Бога на этой земле от начала года и до конца года. Не созвездия, а глаза Бога. Есть у народов семь планет, семь кохавей лехет, семь планет, и они у них главные, и они через них строят. Вот я вам напоминаю, из глаза Бога, если у них есть семь планет, то вот здесь есть семь глаз, семь глаз, которые как бы смотрят из этого камня. Они прорезывают эту материю изнутри. Есть здесь глаза Бога, которые смотрят изнутри. Изнутри. И никакого управления со стороны звёзд и со стороны планет. Это всё уйдёт. Я сниму грех страны. Той в один день начнётся служение в храме, а может быть, оно уже здесь и началось, и вернётся чудо, которое происходило с Монорой, её долгое горение, и другие чудеса, которые были в храме. И это будет указывать на то, что у сыновей Израиля прямая связь со Всевышним, а не через звёзды, как у народов мира, потому что они сами построили себе такие представления и свой мир. Здесь я останавливаюсь. Я приношу извинения за то, что здесь очень много, скажем, таких философских, мировозаических моментов, но я думаю, что без них невозможно обойтись, иначе пророчество не вскрывается, оно не говорит. Ну, скажем, если что-то непонятно, то я готов пытаться ответить на ваши вопросы. Я снимаю шер. Пожалуйста, если хочется что-то спросить, возразить, как мы всегда знаем, принимается. Да, пожалуйста. Есть ли что-то, есть ли что-то, что хочется обсудить? Я не вижу, чтобы... Не вижу... Чтобы я... Я должен открыть ваш микрофон. Вот я, скажем, Талия открываю. Да, я открыл сама. У меня такой... Я вас правильно поняла, что евреи, которые живут в Галуте, они все-таки находятся под влиянием звезд. То есть там про них нельзя сказать такое, что они мялько хавили. А только евреи... Я бы не сказал это. Я бы не сказал это. Из Гемары, 150-100 листаги, трактата Шаббат, мы видим историю, связанную с пророком Шмойлем, который показывает как бы не еврею-звездочету, что у еврея нету нету созвездия, он не находится во власти созвездия. Если он хоть как-то привязан к своему народу, к своей идее, то он не находится под властью созвездия. Идея вот этого детерминизма, она очень сильно влияет на сыновей Израиля и даже на, скажем, те труды, которые составлялись в Галуте философские, скажем, и мудрецами, там видна идея детерминизма, не связанная с звездами, но, скажем, связанная с детерминизмом. Очень сильно влияет. Но это не значит, что как бы... И Зор говорит, что когда храм разрушен, когда в Галуте же находится под созвездием, но я опять же вам говорю, что одну и ту же вещь можно сказать по-разному, посмотреть на нее по-разному. Если говорить глобально, еврей, который соблюдает заповеди, даже немного, делает хорошие дела, он выскакивает из вот этой атмосферы, гойской атмосферы, чужой атмосферы, которая постоянно говорит о созвездии, о влиянии созвездий. Как бы мы так можем представить на 156 листе трактата Шаббат. А все остальное, я бы сказал, глобальные посылки, вот Добр говорит, да, под созвездием. Но это не значит, что совсем прям. Так как бы. И гемара у нас тут, как бы она все-таки более сильный источник. Хорошо. Так что, с точки зрения гемары, хорошие дела и заповеди, они выводят в любом случае, в любом случае, выводят из, удаляют от этой мысли, что созвездие управляют. А если удаляют от мысли, значит, и жизнь уже строится по-другому, без какого-то влияния вот этой идеи, что созвездия влияют. То есть заповеди и Добрые Дела не уводят от этого. А если это не еврей? Что вы говорите? А если это не еврей, который делает хорошие дела и так далее? Ой, не знаю. Не знаю. Ну ладно, нас это не касается. Ну почему касается, есть хорошие. Главное, я точно не могу сказать, но главное, главное – это представление человека. Если человек верит, что определяющим являются хорошие дела и заповеди, если он верит свободу выбора, то и жизнь вокруг него строится так же. если он верит, что он находится под влиянием созвездий, если он гадает, если он обращается к астрологам, то и жизнь ему будет строиться так. У него все совпадет. Все попадет под эти звезды. Как предсказали, так и будет. Поэтому в Торе есть запрет обращаться к астрологам. По-простому, там, Рамбам, по-своему, там, как бы, не важно, по-простому есть запрет обращаться к астрологу. Почему? Потому что ты сам себя вталкиваешь в эту идею, что звезды управляют. А если ты живешь с этим, то и Вседышний строит мир так же. Поэтому есть запрет гаданий и особенно обращение к астрологам. А у нас здесь с вами вот такой глобальный образ. Вы возвращаетесь из Галута. Надо, я устраняю ваш грех. Какой грех? То, что все, что запало в голову. Представляете, этот Бабилон, эти жрецы бесконечные, которые наблюдают за звездами, зигураты, которые стоят там, постоянный разговор о звездах, о этих божествах. Ну, ты не веришь, но все равно это где-то в голове уже сидит. Ты начинаешь это крутить. Не случайно из Вавилона принесли название месяцев. Название месяцев. Нету в этом преступления, говорят, все это название божеств, но нету в этом представления. Ну, принесли, принесли, Боже, кто же помнит об этих божествах. Но мы можем увидеть это влияние астрологии на сыновей Израиля. И вот и начинается храм, такая как бы картина храм, это не астрология. Служение Всевышнему, оно выше звезд, выводит тебя выше звезд, мое представление, связь твоя со Всевышним становится более полной, чем у человека, который верит в то, что звезды управляют миром. Равзиев, я прошу прощения, я всегда спотыкался и, к сожалению, спотыкаюсь насчет Шамраним. Я не до конца понимаю грех Иошуа, все-таки мне не до конца это понятно. Насколько я понимаю, что Шамраним это не собирательный образ этих евреев, которые и остались, не ушли в Галу, а они их наверняка были, и наверняка они остались, они консолидировались, они как-то жили вместе, и наверняка Иошуа знал, и его сыновья знали, и выходили замуж не просто так по распущенности. Мне кажется, здесь вопрос, может быть, это отдельно как-то поднять это. Конечно, конечно, у нас просто получилось, в связи с этим пророчеством мне нужно было затронуть Шамраним, у нас получилось как в этой шутке про Абарбанеля. Говорят, какой, как бы, упаси Бог, но какой самый верный путь утратить веру? Это изучать Абарбанеля по субботам. Потому что он приводит 25 вопросов на каждую главу, сначала вопросы, а потом только начинает их разбирать. Человек, который будет изучать только в субботу, он успеет прочесть только вопросы, а ответа он не прочтет. Что у него большой удар по его вере. У нас получилось так же, я затронул Шамраним, мы о них поговорим, это серьезный разговор. Вот очень очень интересный. И одна из проблем, которая остается неразобранной, вот возникает такое представление, и справедливо, как бы, то, что мы успели разобрать, складывать такое представление, как у вас. Я хочу вам как бы в качестве такого забросить такую удочку, скажем, на будущее. Шамраним, они были поселены там лет за 120-130, как минимум, до разрушения храма. И когда Атрин шел на выходный царь, они уже там были. Мы поговорим о них, кто они такие, но они там были. И вот мы видим, они там продолжают сидеть после разрушения храма, разрушения Иуды. Что это значит? Что на выходный царь их не воспринял как евреи. А я вам скажу более того, если он их оставил вот так вот сидеть, значит, они ему помогали? Они ему помогали в разрушении храма? Очевидно, как дважды два. И вот мы посмотрим, что там с ними. Хорошо? Окей. Хорошо, Равзиев, спасибо вам. Спасибо большое. Я шарков. Вам спасибо за внимание. Я шарков. Вам спасибо за внимание. Вот. И я вам каждый раз в конце напоминаю, что это очень важная работа, то, что мы с вами делаем. Это восполнение некоторого пробела. Это работа уже даже против чего-то, потому что святое место пустыни бывает истока, поскольку мы мало занимались пророками, истока профессоров, ученых, да, понаписали столько всего, что теперь, если это только затронуть и начать с ними спорить, это не разгрести. Это просто не разгрести. Поэтому я больше части не трогаю. Хорошо. Ладно, большое спасибо. Жду уже в следующей встрече с вами. Вот. И присоединяйтесь, ни в коем случае не ленитесь. Спасибо большое. Спасибо. А еще можно секунду? Вот неделю назад я вас спросила, и вы мне ответили, вы сказали, что в Гмаре, вы не помните точно где, вот про то, что пророки, которые, как в Схаре, например, пишут, как бы в своем времени, а почему, на каком основании мы это делаем, Ашлахан, на наше время. И я нашла, вроде бы, это правильно или нет, Мигела Арбайз, лист 14-й. Мигела 14-й, может быть. Может быть, мне казалось, что это Бау Бау Бау, это Мигела, правильно, правильно, там разбирается вопрос о том, что Эстера, это конец пророчества, правильно, и там разбирается совершенно верно, совершенно верно. Но факт остается фактом. Когда мы читаем пророков, мы должны понимать, что они относятся ко всем временам и к нашему времени. Есть что выучить, есть что взять из них, глобальные совершенно идеи. И в этом наша борьба с христианством, который считает, что нет у нас пророчества о третьем храме, что все заканчивается, все пророчества ко второму храму. И все, и больше дальше ничего не будет. Спасибо. Хорошо. Ладно. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Сюда и Шарков. Так. Ну, давайте, ребята, я мне нужно... Мне нужно нажать в стопе. Спасибо. 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 Спасибо.